Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Герои среди нас в Самаре честовали тех, кто готов и в горящий дом войти, и спасти утопающего. За успехи в спорте и творчестве 50 юных самарцев в течение года будут получать стипендии городского округа Самара. Хорошо спелись. Самарский хор представит регион на Всероссийском хоровом фестивале. Читают стихи Пушкина и о Пушкине. Сегодня в России отмечают 218 лет со дня рождения великого русского поэта. Поощрили за активность. И волонтерам сегодня показали, как идет строительство стадиона «Самара-Арена». Мошенники под видом работников газовых служб. В Самаре неизвестные продают пенсионерам так называемые детекторы газа. Показывают жителям фальшивое постановление правительства и уверяют, без прибора людям грозит штраф. Среди пострадавших не менее десятка самарцев в ситуации разбиралась Алина Чемерес. Чудодейственный прибор-спасатель. Таким звуком должен предупреждать о том, что произошла утечка газа. Только куда его устанавливать и как им пользоваться, говорят жители, им не объяснили. Надежда Кузнецова купила прибор в апреле. Продавцы заверили. Теперь такие ставить нужно обязательно, иначе штраф. Мол, существует даже специальный документ. Почти 5000 рублей Надежда заняла у соседей. О том, что спасатель никак не спасает от загазованности помещение, а те, кто его продают, мошенники, узнала позже. Изначально, говорит, все выглядело очень убедительно. Они пришли, как горгаз. На них были красные вот эти жилеточки. Я поняла так. Газ-контроль. Но ведь официально газ-контроль. Как еще можно не поверить? Его достоверение показали официально. Как можно не поверить? Больше половины пенсии за спасателя отдала и Валентина Березуцкая. Сначала, рассказывает, возмущалась, но после того, как ей сказали, что уже через месяц прибор будет стоить вдвое дороже, растерялась и послушно отдала деньги мошенникам. С толку женщину сбило и мнимое постановление правительства. Дает мне постановление. Я читаю постановление правительства 25 числа мая. Если вы сейчас не приобретете этот прибор, то 25 мая вы будете приобретать по 10 тысяч. Будут штрафы. Вот увидите, мы придем 25 числа. Ну и все. Никто не пришел? Никто не пришел. По словам жителей, у организации, которые торгуют приборами, есть офис, но там людям ответов не дали. В управление Роспотребнадзора с жалобами обратились уже 10 человек. Но тех, кто стал жертвами мошенников, может быть больше. Жители призывают фальшивым документам не верить. Нормативного акта, который бы указывал, чтобы установить данный универсальный детектор спасатель, такого акта нет. Поэтому здесь, указывая на то, что если он не будет установлен, вводят наших жителей в заблуждение. Эксперты предупреждают. Верить тем, кто приносит товар подобного рода на дом, нельзя. Следует обратиться в полицию и в управление Роспотребнадзора. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Герои в обычной жизни. Люди, способные обезвредить преступника и бросятся спасать утопающего. В Самаре уже третий год вручают городские награды. За самоотверженность и за заслуги в воспитании детей. Слово Марине Кравцовой. Шесть лапочек дочек. Старше 14, младше 2 года. В большой семье Сиплавиных Ольга одна воспитывает дочерей. Женщина Авдовела. Старшие дети помогают по хозяйству, занимаются спортом, прекрасно учатся, участвуют в конкурсах и олимпиадах. За настоящий материнский подвиг Ольге Сиплавиной вручают почетный знак за заслуги в воспитании детей. Чем больше детей, тем больше любви в семье. Дети – это счастье. У нас в семье очень много счастья. Такие же награды получили еще две семьи. Почетные знаки вручают родителям, которые совмещают успешную карьеру, общественную деятельность и достойно воспитывают нескольких детей, становясь примером для подражания. Будем стремиться к тому, чтобы молодые люди, воспитывающиеся на вашем примере, росли в достойных условиях. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина строится и создаются учреждения образования, культуры, спортивные объекты. Словом, создаются новые возможности для реализации талантов и творческих способностей наших детей. Крепкие дружные семьи в Самаре чествуют уже третий год подряд. Нет более святой и желанной профессии, чем родительство. Именно это символизирует наша муниципальная награда. И мы надеемся, что она внесет свой вклад в повышение престижа семейных ценностей, идеалов крепкой семьи. Наградили и жители Самары, чьи поступки попадают в выпуски новостей. Пожарный Дмитрий Егоров практически при нулевой видимости, когда все было в дыму, спас из горящего дома ребенка и помог выбраться двум пожилым людям. Алексей Кабанов спас тонущего человека в Гонконге. Борис Фетисов обезвредил преступника, который пытался ограбить цветочный магазин. Эти бесстрашные люди награждены почетными знаками за самоотверженность. Хотя, сами говорят, ничего особенного не совершали. Просто так воспитаны. Не могут оставаться в стороне, когда людям нужна помощь. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Серые генералы фирмы и компаний. Их работа, на первый взгляд, незаметна, но от них зависит успех всего предприятия. В Самаре подвели итоги межрегионального конкурса профмастерства. Лучший менеджер по кадрам. За первую премию в 5000 рублей в 11 номинациях соревновались почти три сотни специалистов. Легко ли быть высококлассным кадровиком, узнал Сергей Кизоркин. Кадры решают все, так считает Алевтина Голдинова. Кадровик со стажем ежедневно решает главную задачу своего предприятия. Налаживает микроклимат в коллективе. Чтобы не только работа ладилась в отдельном подразделении, но и отделы работали между собой как единый механизм. Участвуют во всем, от соцсоревнований до корпоративов. И знают секрет успеха. Нужно честно относиться к своей работе и честно относиться к людям, с которыми работаешь. То есть здесь недопустимо быть неискренним. Я стараюсь сделать все, чтобы людям было удобно работать. Соответственно, они мне верят и мы взаимодействуем. Кто лучший хэт-хантер, то есть охотник за специалистами в отдельно взятой отрасли в Паволжье, определил самарский конкурс профессионального мастерства. Кроме местных кадровиков, за победу и приз в 5000 рублей боролись номинанты еще из 8 регионов в 11 категориях. Управление персоналом, корпоративная политика, организация труда, развитие персонала, трудовое законодательство, обеспечение организации персоналом и его занятости. Каждый член жюри отдельно оценивал конкурсные работы. Баллы складывались. Так получался рейтинг призеров и победителей. Еще одна новинка конкурса профмастерства. Работы были безымянными, они шли под номерами. И только после выставления всех оценок лот вскрывали, и становилось ясно, кто лучший кадровик по Волжье. Самарские специалисты заняли пять первых мест. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Не расстались с комсомолом. В Самарской области идет подготовка к празднованию столетия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. План мероприятия обсудили на заседании оргкомитета, министра областного правительства и ветерана комсомольского движения. Молодежная организация Советского Союза была создана 29 октября 1918 года. Большой юбилей планируется отметить масштабно. Комсомольцы были основной ударной силой страны и в годы войны, и в послевоенном восстановлении народного хозяйства. Сегодня опыт организации может пригодиться в воспитании молодого поколения. К столетию в ЛКСМ готовится сотня больших конкретных дел, а само торжество планируется провести в формате открытия Олимпийских игр. Главные же мероприятия по празднованию столетия комсомола мы предлагаем, Дмитрий Евгеньевич, областной форум. Наш губернатор Николай Миркушкин, почетный председатель Совета областной организации, предложил на слете «Пионерия-95» провести его на новом стадионе «Самара-Арена». Но не в октябре, когда будет холодно, а в середине сентября, где-то в бабье лето, когда погодные условия будут нормальны. Я думаю, что глава города с удовольствием поддержит это предложение. Мы проведем у нас 10-го на следующий год, на День города, вот это совместно огромное мероприятие. По итогам выполнения социально-экономических показателей, муниципалитеты региона получат из областного бюджета более 250 миллионов рублей стимулирующих субсидий. Сколько из этой суммы предусмотрено для «Самары», расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть продолжает терять в цене. Баррель марки «Бренд» стоит 49 долларов 40 центов. Валюта дорожает. Курс на 7 июня. Доллар 56 рублей 67 копеек, евро 63 рубля 78 копеек. Золото стоит 2331 рубль, серебро 31 рубль 89 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 56 рублей 85 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 35 копеек. Российские банки возвращают ипотечные программы без оплаты первоначального взноса. Выплаты по программе продовольственной помощи малоимущим семьям составят около 10 тысяч рублей на человека. А муниципалитеты Самарской области получат из регионального бюджета почти 250 миллионов рублей. На Самару из этой суммы приходится больше 24 миллионов. На этом все. Удачи в делах! Награду за талант получили сегодня полсотни юных дарований Самары. Ребят, которые достигли больших успехов в спорте и искусстве, поддерживают городские власти. Не только морально, но и вполне материально. В течение года молодые таланты будут получать ежемесячные стипендии. На церемонии награждения побывала Марина Матвейшина. Очаровывать музыкой и разрушать стереотипы. На своем примере блондинка Мария Абрамкина каждый день доказывает. Саксофон – инструмент не только для чернокожих мужчин. Чувственный и волнующий, он прекрасно подчиняется женским рукам и губам. Мне больше, конечно же, нравится джаз. Он больше импровизированный, он больше красивый, там больше свободы и там больше как-то музыкальной мысли. Свои таланты на малой сцене, театр оперы и балеты демонстрируют юные самарцы. Сегодня они главные виновники торжества. 50 человек получают стипендии городского округа Самара. Половина из этих ребят за особые успехи в культуре и искусстве, другая часть – за достижения в спорте. В течение года юные дарования будут получать денежные поощрения в размере 5000 рублей ежемесячно. Вы, как никто другой, знаете, что на пути к успеху одного таланта недостаточно. Для того, чтобы реализовать свои способности, свой огромный потенциал, каждому из вас нужна поддержка не только родных и близких, но и поддержка города, региона, государства. Именно в юности закладываются основные навыки человека. Поэтому очень важно в этот период предоставить ему все возможности для развития. Те успехи, которые сегодня у вас получились, они, конечно же, на благо города. Но город вас сегодня нуждается. Вы очень нужны Самаре. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы сегодня была только первая ступень, и чтобы вы продвигались по этой лестнице все выше и выше. Муниципальную стипендию начали вручать пять лет назад. За это время стипендиатами стали более 250 молодых спортсменов, музыкантов, артистов и художников. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. У лукоморья, мороз и солнца, осенняя пора. Пожалуй, в мире нет такого человека, который не знает, кто такой Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня отмечается 218 лет со дня его рождения. Самарское общество пушкинистов традиционно собралось возле его памятника, чтобы прочесть стихи и вспомнить о гениальном поэте. Марьяна Мирная продолжит. 218 лет со дня рождения великого поэта. Почитатели его творчества отмечают прочтением стихов. Встречаются традиционно возле памятника. Ветер и непогода пушкинистам не страшны. Они верны своему убеждению, что Пушкин – наше все. Мы все как будто бы в первом классе перед вами, по сравнению с вами, и невозможно перейти во второй класс. То есть это признает, ну все признают, что действительно глыба, потому что его читать, когда во взрослом состоянии читаешь, еще больше его начинаешь понимать, понимаешь его мысли, его простоту. Для тех, кто не стесняется выступать на публике, организован открытый микрофон. Все желающие могут прочесть любимые стихи и прозу пера Александра Сергеевича. Пушкин – это воздух, которым мы дышим. Я преподаватель института, работаю со студентами, и меня вот сейчас огорчает. Огорчает то, что некоторые говорят, а я не люблю Пушкина. Пушкин – воздух. Он вошел с младенчества в нашу жизнь и сопровождает каждую фазу взросления. Для пушкинистов 6 июня день особенный, хотя с произведениями автора они не расстаются по жизни. Находя в гениальных строках ответы на все свои вопросы. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Самарский хор будет представлять Приволжский федеральный округ на Всероссийском хоровом фестивале. Коллектив детской музыкальной школы имени Чайковского занял первое место на межрегиональном этапе в Нижнем Новгороде. Сейчас хор готовит новую программу. На репетицию к ученицам музыкальной школы заглянула Олеся Корецкая. Девицы-красавицы и дружинки-подружинки. Поют словно про себя. И девицы-красавицы, и дружинки-подружинки. Хору гармония больше 60 лет, но он вечно юный. Самым маленьким участникам 8-9 лет. Очень большой хор, и мы делаем групповые поездки и пытаемся добиваться большего. Последние пять лет коллектив активно выступает в Самаре и за ее пределами. В прошлом году привезли золото с хоровой Олимпиады в Сочи. В этом стали лучшими во всем Приволжском федеральном округе на конкурсе в Нижнем Новгороде. В хоре почти 40 участников. И хотя они очень юные, уже понимают ответственность, которая ложится на плечи всего коллектива, признается их руководитель. Это очень чуткие, гибкие, наоборот, еще не закостенелые. Они очень легко воспринимают информацию. Всегда ставим себе очень высокую планку и стараемся прыгнуть выше своей головы и стараемся сделать лучше, чем в предыдущий раз. Мне очень нравится наш коллектив. У нас много разных, разнообразных произведений. У нас царит такая особенная атмосфера в хоре. Первый раз мне было сначала страшно выступать, но затем я поняла, что вместе мы все сможем. Поют русские народные песни, российские и зарубежные классические хоровые композиции, детские песенки, современные эстрадные произведения. Сейчас готовят программу на финал Всероссийского хорового фестиваля. Он пройдет в Москве осенью. Алиса Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре продолжаются поиски 12-летней жительницы села Яблоневый Овраг. По предварительным данным на берегу реки Чапаевка найдена одежда и обувь пропавшей. Дарья Тарасова ушла из дома 2 июня в пятницу. Около часа дня девочка отправилась купаться и не вернулась. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, правоохранители просят сообщить в полицию по телефону 020 или по телефонам на экране. В Самаре возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании. Прокуратура железнодорожного района провела проверку законности расходования руководством ТСЖ Уют-71 средств жильцов дома, предназначенных для проведения текущего ремонта. Выяснилось, что ТСЖ заключила договор на проведение ремонта с двумя компаниями и оплатила им работы в полном объеме. Тогда как ремонт был сделан лишь частично. Сумма ущерба жильцам дома превысила 42 тысячи рублей. В России в полтора раза подорожают водительские права нового поколения и биометрические загранпаспорта. Так, госпошлина на права возрастет до 3 тысяч, на паспорт – до 5 тысяч. Также будет увеличен сбор на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет – до 2,5 тысяч рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного – полторы тысячи вместо 500 рублей. Увеличение пошлин необходимо, чтобы компенсировать расходы на изготовление документов, поясняют в МВД. Восходы до Ширяева временно ходить не будут. Это связано с резким ухудшением метеорологических условий. Изменение в расписание внесено с авторника 6 июня. Рейс «Самара-Тольятти» будет ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. «Самара-Сызрань» и «Тольятти-Сызрань» по выходным. Ложная тревога. В понедельник в 18.20 из-за технического сбоя в работе автоматизированной системы оповещения «Самары» произошел незапланированный запуск 12 электросирен на территории города. По данным МЧС, неисправное оборудование уже заменено. Система оповещения в «Самаре» работает в штатном режиме. Самарские волонтеры с нетерпением ждут чемпионат мира по футболу. Работать на стадионе добровольцы смогут через год, а пока самые активные оценили масштабы будущей «Самары-арены». Вместе с ними на экскурсию по стадиону отправился Андрей Горгуленко. Самара ждет чемпионат! Волонтеры уже сейчас активно готовятся к чемпионату мира по футболу. Однако встречать гостей, помогать им рассаживаться и комфортно смотреть матчи будут только через год. Но многие из этих ребят потренируют свои навыки уже на Кубке Конфедерации. Конечно же я хочу посмотреть, как в Казани будет организована работа этой функции, чтобы в дальнейшем в «Самаре» применить полученный опыт казанский и сделать все возможное, чтобы у нас в «Самаре» чемпионат прошел на высшем уровне. На стадионе в «Самаре» волонтеры будут задействованы в 20 направлениях, среди которых сервисы для зрителей, работа с командами, медиа-центр, транспорт и медицина. Помогать в проведении турнира будут 1300 человек. А пока волонтеры восхищаются масштабами будущего стадиона. Нравится все без исключения. И вот эта вот задумка с куполом, и то, что он очень большой, красивый, невероятные контуры этого стадиона. Волонтеры, которые сюда пришли, остались довольными. На самом деле он уже очень сильно влечет еще раз сюда прийти, когда уже он будет готовым к проведению футбола. На старую площадку «Самаре-арены» приехал самарский волонтерский актив в составе 60 человек. Те, кто внес наибольший вклад в реализацию промежуточных этапов по подготовке волонтерской программы. Для них это поездка поощрения за отличную работу. Сегодня мы здесь для того, чтобы посмотреть инфраструктуру нашего стадиона, познакомиться с ней, вдохновиться этим масштабным объектом, потому что это на самом деле сердце чемпионата, эти масштабные объекты. И для нас очень большая честь посетить и посмотреть стадион на этапе подготовки. Сейчас волонтерские центры продолжают этап отбора кандидатов. К октябрю уже будут сформированы полные списки по функциональным управлениям, после чего волонтеров начнут обучать. Впереди еще много работы, как и у строителей «Самара-арены». Сейчас на арене установлен уже 71 консольный блок из 96. Также завершаются работы по укладке сетей стадиона. Вовсю ведется отделка внутренних помещений. Не теряют времени строители и работают на улице. Начали заливать фундамент, ограждение и строить входную группу. Именно здесь, через центральные ворота и будут заходить болельщики. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Рак не приговор в очередной раз доказали самарские дети. Шесть ребят вернулись из Москвы, где приняли участие во всероссийских играх победителей. Это соревнование для детей, перенесших онкозаболевание. На перроне вокзала ребят встретила Марианна Мирная. Лучшими в беге, плавании и шахматах стали наши самарские ребята. Со 2 по 4 июня в Москве проходили всемирные детские игры победителей. 13 медалей – золото, серебро и бронза. Поддержку спортсменам, конечно, оказывали родители. Мой мальчик, он не видит, он незрячий, поэтому я бегала вместе с ним. Не знаю, кто вперед бежал, кто кому помогал. В общем, мы бежали вместе. Он получил золотую медаль. Игры победителей – это самые крупные в мире спортивные соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. Этот проект помогает детям, которые провели много времени в больнице, вновь поверить в себя, преодолеть страх и добиться успеха. Это и само утверждение, и большой праздник очень хороший для детей – это общение, это и адаптация. Много было зарубежных команд, и, несмотря на это, наши дети очень старались, и золотые медали зарабатывали, были первыми среди всех. Уже восьмой год игры проводит благотворительный фонд «Подари жизни». С каждым годом участников все больше. В этом году 500 ребят от 7 до 16 лет показали всем, что рак – это вызов, но не приговор. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Целое лето с футбольным мячом. Столько проведут самарские ребята, выясняя, какая дворовая команда – самая лучшая. О самом масштабном футбольном турнире этого лета расскажет наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и, значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Подопечный Владимир Замятина второй раз участвует в турнире «Лето с футбольным мячом». Юные футболисты из команды «Победа» уверенно контролируют ход первого отборочного матча и переигрывают своих сверстников. Тренер уверен, помогает прошлогодний опыт, а потому и цели ставит большие. Год в год играть полегче, они знают, в общем, своих соперников и по силам, по физическим вполне, и по техническим должны, я думаю, хороший результат показать в этом году. Хотелось бы дойти до финала и, естественно, в финале побороться. Там уж как силы распределим, если правильно, то все будет в порядке. Больше 35 тысяч мальчишек и девчонок по всей Самарской области объединяет турнир «Лето с футбольным мячом». Ближайшие три месяца ребята будут выявлять сильнейшую дворовую команду региона. Открытие турнира не случайно проходит в промышленном районе. Их представительство самое численное – 72 команды. Юные спортсмены промышленного района, участники «Лето с футбольным мячом» из года в год завоевывают первые призовые места. И поэтому промышленный район заслужил своей спортивной подготовкой и успехами. Организаторов радует, что футбол становится и более семейным. Рядом с соревновательной площадкой свои товарищеские матчи играют целые династии. Мамы и дети атакуют, папы защищают ворота. Мы вовлекаем в спорт не только детей, но посмотрите, и папы, и мамы. Сегодня все семьями играют. Здоровая семья – это богатство России. Сейчас по всей области начались отборочные соревнования. Команды сражаются в городских округах и муниципальных районах. А лучшие футболисты выйдут в финал, который пройдет в конце августа. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова